Всем привет! Вы смотрите канал Дзинсинка в Анастасии. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать вот о такой вот восстанавливающей кислородной сыворотке для волос. Я ее купила уже давно, где-то в покупках января, по-моему, я рассказывала о том, что я приобрела такую сыворотку, но руки у меня до нее дошли только вот сейчас. И я в сегодняшнем видео хочу вам рассказать, что она себя представляет, как ей правильно пользоваться, как пользуюсь я ей. Вот эта вот кислородная сыворотка для волос, она включает в себе и сыворотку для ухода за кожей головы, и бальзам для восстановления структуры волос. Сюда входит масло соносаковое авокадо, которое защищает волосы от механических, термических и химических повреждений. Это окрашивание, сушка феном и расчесывание волос. Белок кератина восстанавливает структуру волоса изнутри, витамины В3 и В5 укрепляют корни волос. Кислородный комплекс Новофтем способствует восстановлению кожи головы. И сама вот эта кислородная сыворотка, она быстро восстанавливает естественный pH-баланс кожи, питает и увлажняет корни волос, придаёт волосам дополнительный блеск, делает их более плотными и ровными. Что себя представляет вот эта вот сыворотка? Это 5 вот таких вот саше-пакетиков по 15 мл. Их вот таких вот 5 штучек, у меня осталось 4 штучки, я одну, уже один саше-пакетик я уже использовала. Я сейчас расскажу, как я ею пользовалась. Но, во-первых, вот этого саше-пакетика, его хватает на несколько раз применение, на несколько раз использование. У меня волосы, они ниже лопаток, у меня волосы по талию. И мне этой сыворотки хватило на все волосы. Учитывая, что здесь есть компоненты, которые восстанавливают не только структуру самого волоса, но ещё и укрепляют корни волос, способствуют восстановлению кожи головы, я эту сыворотку применяла и для кожи головы. У меня кожа головы нежирная, то есть у меня волосы нежирные, они у меня не тонкие, я не мою их каждый день или через день. И поэтому я могу себе позволить использовать эту сыворотку и на корни волос. То есть я беру небольшое количество, брала небольшое количество, втирала в кожу головы, а потом уже остатки распределяла во всем волосам. Мне сыворотки хватило на одно использование, причём у меня даже немного оставалось сыворотки, то есть я использовала где-то примерно две трети, и одна третья у меня осталась. Я решила сделать королевский уход своим волосам, и я использовала полностью всю сыворотку. Поэтому если у вас волосы либо до плеч, либо, допустим, чуть ниже плеч, этой сыворотки вам хватит на два, а то и три раза использования, тем более если у вас волос очень мало, то есть они не густые волосы. У меня волосы, учитывая, что они очень длинные и очень густые, поэтому вот этой сыворотки мне хватило одного саше на один раз использования, но с запасом. То есть мне хватило бы ещё, допустим, там на остаток следующего раза. И поэтому я вот эти вот оставшиеся саше пакетики, мне осталось четыре штуки, я их выложу, выдавлю все в какую-то отдельную ёмкость, допустим, в какую-то коробочку либо баночку из подмазки для волос, все их выдавлю и буду уже использовать в соответствии с тем, сколько мне на самом деле нужно на волосы, а не с запасом, не всё выдавливать. Потому что на самом деле реально в этом пакетике очень много самой сыворотки, и её хватит на два и на три раза в зависимости от того, насколько у вас длинные и насколько у вас густые волосы. Использовала я эту сыворотку в чистом виде, то есть обычно я применяю в масках либо витамин А, Е, масло ЖЖОБА, то есть я помимо того, что я использую маску, я ещё добавляю туда какие-то различные витаминчики и различные масла для волос. Вот эту вот кислородную сыворотку я использовала в чистом виде, то есть без добавления каких-либо добавочных масел, без каких-либо дополнительных витаминчиков. Какие у меня впечатления от использования вот этой вот сыворотки? Обычно я волосы вытягиваю феном, не феном, утюжком вытягиваю, потому что у меня волнистый волос, и как вы можете сейчас посмотреть, то есть они у меня такую волну имеют, естественную волну. И когда я применяла вот эту вот сыворотку, один раз я вот её использовала, мне даже не потребовалось вытягиванием утюжком волоса, то есть у меня волос, он имел вот такую вот плотную и вытянутую структуру, он у меня не завивался. Вот сейчас я помыла голову шампунем про волосы, использовала маску про волосы, бифазный спрей, гель для секущих кончиков. И после использования вот маски, да, про волосы, вот этой вот всей серии для повреждённых волос, у меня волосы, они имеют вот такую вот волнистую структуру после того, как у меня высохли волосы. Вот после кислородной сыворотки мне даже не пришлось вытягивать волосы утюжком, они у меня были ровненькие, длинненькие, прямые, разглаженные, то есть, ну, хорошее, хорошее такое вот впечатление первое, вот использование вот этой вот маски. И вообще у меня есть у других моих консультантов, вот завопаний, говорят, что вот эта вот маска, она не может сравниться ни с чем. Ну, я могу сказать, что она может сравниться, может сравниться она с маской из серии про волосы, но у неё немножко другой вот эффект. Вот я вам могу сказать, что волос сам становится ровным, плотным, таким напитанным, ну, здесь даже написано, что придает волосам дополнительный блеск, делает их более плотными и ровными. И поэтому, учитывая, что она очень хорошо напитывает сам волос, волос вот под тяжестью напитанности он сам по себе вытягивает. То есть, не надо использовать дополнительные какие-то средства для вытягивания волос. Ну, это, например, в моём случае. Какие ещё есть особенности использования по этой маске? Я никогда не выдерживаю маску для волос 2-3 минуты. Здесь написано, что необходимо нанести маску... Кстати, здесь ничего не сказано про кожу именно головы. Здесь написано, что вам необходимо нанести сыворотку на чистые влажные волосы, слегка помассируйте и оставьте на 2 минуты для воздействия. Затем смойте водой. Я нанесла её на корни волос, нанесла чуть-чуть на корни волос. Вот оставшиеся я распределила по всей длине и оставила на 30 минут для воздействия. То есть, я обычно маски оставляю, маски, сыворотки. Это бальзамы, которые вот... Ну, обычные бальзамы я их смываю там через 2-3 минуты. Маски я обычно оставляю на волосах, подействуют там на 30, на 20 минут, в зависимости от того, сколько у меня есть времени. Ну, обычно я делаю это вечером, на ночь делаю. У меня даже с утра не успевает просыхать волос. Я обычно делаю это вечером и оставляю я на 30 минут, а потом уже смываю тёплой водой. И опять же, я ещё раз повторюсь, как я ею пользовалась. Я нанесла небольшое количество на корни волос, потом остатки распределила по всей длине. Оставила на 30 минут и потом через 30 минут смыла. Я никакие добавочные масла, либо какие-то витаминчики дополнительно в эту маску не добавляла. Этой маски мне хватило на целую голову, на всю голову, учитывая, что у меня очень длинные и очень густые волосы. Если у вас волосы более жидкие, более редкие и они у вас, допустим, чуть ниже плеч, может быть, даже по лопатке, вам хватит её на 2-3 раза использования. Нужно эту маску вскрыть и выдавить содержимое её пакетиков в какую-то отдельную ёмкость и потом уже брать по мере необходимости её использовать после мытья волос. То есть я так и сделаю. Одной мне штуки хватило с запасом на всю длину волос, даже немножко осталось, поэтому оставшиеся саше пакетики я выдавлю в отдельную ёмкость и буду уже брать то необходимое количество маски, которое мне нужно. Но я ещё хочу использовать эту маску с применением добавочных масел. Я думаю, это не повредит, это не утяжелит волосы, это не перегрузит волосы. Я ещё добавлю в следующий раз уже масло жжаба, как я это обычно делаю, и разные витаминчики для волос, витамина А и Е я обычно добавляю. Вот ещё раз покажу, как выглядит маска. Это вот такой вот саше пакетик, объёмом 15 мл. Идут они вот в такой вот коробочке. Вот в этой коробочке 5 таких саше пакетиков по 15 мл. То есть в общей сложности выходит, что здесь в этой маске 75 мл. Вот в этих всех саше пакетиках, которые находятся в этой маске.